Трагический случай в Курагинском районе. Рабочий чистил крышу пятиэтажного дома от снега и упал с большой высоты. Сельчанин погиб. По информации следкома, это произошло накануне днем. 27-летний мужчина работал по договору с управляющей компанией Краснокаменские энергосети. Он чистил от снега кровли козырьков и подходов к подъездам дома. В какой-то момент рабочий сорвался с высоты пятого этажа и упал на землю. Травмы оказались смертельными. Следователи организовали проверку. Приставы заставили жительницу Абакана заплатить за аренду квартиры. Как рассказали в пресс-службе судебных исполнителей, жительница столицы Хакасии почти год прожила в съемном жилье, при этом бесплатно. Отдать долг владельцам квартиры она не спешила, пока в дело не вмешались приставы. Горожанка накопила задолженность на сумму 120 тысяч рублей. Единственный раз, когда арендодатель получил от квартирантки деньги, это при заселении. Она оплатила 24 тысячи рублей за первые два месяца проживания. Только после того, как судебные приставы наложили арест на счета должницы, она одумалась. Часть средств пришлось взыскать принудительно, а часть она отдала хозяину сама. Теперь горожанке придется выплатить еще и штраф за нарушение законных сроков оплаты финансовых обязательств. Выпускники из Хакасии могут бесплатно поступить в один из самых престижных театральных вузов страны. Целевой набор из 15 студентов в Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге по специальности актерское мастерство проводится для трех театров Хакасии. Это Русский академический театр драмы имени Лермонтова, Хакасский национальный драм-театр имени Топанова и Хакасский театр драмы и этнической музыки Читыген. Для поступления в РПС необходимо обязательно сдать ЕГЭ по русскому языку и литературе, а также пройти творческие консультации, которые состоятся непосредственно в Хакасии. Особенно важно помнить, что выпускники школы и среднеспециальных учебных заведений должны подать заявление на сдачу единого госэкзамена по литературе до 1 февраля через сайт Госуслуг.